Добрый день, Светлана Валерьевна, управляющая микрорайоном. Наталья Фёдоровна, как вы себя чувствуете? Спасибо, хорошо. Наталья Фёдоровна, на улицу не выходите? Дома сидите? Заболел, сиди дома и не заражай других. Узнать о самочувствии, предложить помощь, а самое главное, проверить, соблюдают ли амбулаторные больные коронавирусом режим самоизоляции. Цель ежедневных обходов проверяющих. В Ленинском районе тех, кто сейчас вынужден сидеть в своих квартирах, 284 человека. По сравнению с прошлым месяцем число заболевших снизилось. Это большая заслуга и управляющих микрорайонами, и главы района. Для жителей, в первую очередь, когда у нас непосредственно управляющие микрорайоны подходят к домофону, созваниваются с ним, они понимают, что они не брошены. Мониторинг проводят ежедневно 12 управляющих микрорайонами. Особое внимание уделяют одиноким пожилым людям. С ними связываются чаще, в том числе и по телефону. Особенно пожилые, да, у нас очень много 65+, да, есть одинокие с некоторыми, да. Вот когда пообщаешься по домофону, чувствуешь, что человек расстроен, огорчен там или находится там в тяжелой психологической обстановке какой-то, к концу дня можно еще позвонить ему по телефону пообщаться. Либо многие знают наши контакты, они даже звонят периодически нам сами. Если человек с диагнозом коронавирус нарушил режим самоизоляции, ему грозит административная ответственность. Больной может получить предупреждение или штраф. В этом году в Ленинском районе не было выявлено ни одного нарушителя режима самоизоляции, тогда как в прошлом проверяющие составили 18 материалов. Все они направлены в полицию для принятия решения. Мария Левина, Максим Гусев, События.